Новоафонская пещера Первое полное дня, ближе к 11 Приветствую всех, Лев на связи из Абхазии Как вы поняли, снова Новый Афон Традиционно покажу какие-то моменты Приятного просмотра Парковка вся занята При том, что она платная Ну, как вы поняли, народу прибавилось еще Конечно, все эти достопримечательности в июне Гораздо проще проходить Нету столпотворений, нету очередей Сейчас еще и даже не август В августе что будет? Новый Афон перед вами, небольшой город Очень красивый, симпатичный Там вот на горе Новоафонский монастырь Сверкает куполами Море черное Пришли посмотреть огромный эвкалипт Здесь я бывал, показывал вам А вот показываю еще В дыхающем Ну-ка встаньте-ка напротив Чтобы понять, сопоставить с вами Смотрите, какая махина И туда-туда, высоко-высоко Уходит Билет получилось взять на сеанс только через два часа Поэтому перемещаемся к водопаду Парковка все очень плохо Либо платная, либо запрещено Всякая разная торговля Здесь же у водопада Родничок есть небольшой Можно освежиться Отсюда потоки воды льются Освежающие Здесь попрохладнее Поприятнее находиться Везде фотографируются люди Центр культуры и творчества имени Гивисмыр В 2006 году основан Давайте в прошлый раз я сюда не ходил Давайте здесь тоже побродим Немножко посмотрим Гивисмырованный скульптор И художник Творческая личность Это тот человек, который открыл Собственно эту Новоафонскую пещеру А там закрыто А, ну да, закрыто действительно Выход на вот этот Не знаю, как это назвать Акведук Мостик Вот так вот причудливая форма Скальная Использована здесь же Вот, тут пересохло все Здесь вода не Не течет с горы Малящийся Столбник Это всадник Культура Это из того, что вообще доступно, открыто для посещения Статуя Дева Последний из ушедших Последний из ушедших Наблюдатель Вот еще мозаично такое что-то Или это камень растрескался, интересно Якорь, пожалуйста Угурцы Угурцы Деревянные Резьба по дереву Это каменная Леон и Ира Леон и Ира Рождение Леона Русалка Деревянная Неприятные Неприятные ощущения Неприятные А как их тут снять? А можно я попробую? Хочу Здесь можно почувствовать себя прикованным колдоном К этими кандалами к стене Мама Мама Аккуратнее с этой штукой Ну и тут Ну и здесь вот такой большой кушин С цепями укрепленный Стой Сейчас их не досчитается А вот какая скамейка интересная Какая-то камня Какой-то горной породы Сделанная Хорошо прогревается Горяченькая Динозавр А это хаос называется Это Знаешь Это нижняя часть дерева Комель с корнями Перевернутый И вот он увидел Хаос это по-моему Греческий О, греческий Да ты просто смотри Как выглядит Интересно Это же надо увидеть было Да, класс Ну все, пойдемте Пойдемте На водопад Обязательный ритуал Умыть с этой водой На место Сложно тут остаться одним, конечно Чтобы фотографироваться, но В общем даже Здесь прохладно, хорошо Все Везде люди Ух 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 Еще раз посетим эту памятную табличку Здесь говорится о том, что Император Александр Третий Прогуливался В этих местах И вот здесь дата 1888 год Когда построена была эта арка Железнодорожная станция Псырцха Вот это Железнодорожная станция Действующая Подойдем Посмотрим Ну Зрители моего канала Неоднократно уже Видели Эти места Кто-то может быть и впервые Будет смотреть Бананчик На берегу растет Растение с большими листьями И обратите внимание на цвет Воды Замывается горная порода И вот такой вот Замечательный цвет Приобретает вода Вот так вот Прямо из скалы Поезд Показывается Становку делает И дальше Обратно Следующий туннель Заезжает в гору И в сторону России Движется Сама станция В данный момент Деконструируется Сама станет Голоса Голоса Три 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 Ну давай вот это вот, буква Е, четвёртая буква, её как Е читай, посетить. Практикуемся в чтении дореволюционного русского языка. Вот ягодки всякие, черешня, стаканчик 100, голубика 200, 200, 100, кумкуат 100, ежевика 100, 250, 300, яблоко 200 рублей штука, это большое яблоко. Местные персики вот по 200, очень вкусные. Местные нектарин 200, 150 яблоки, сливы 250, везде написано местные. Но персики вроде местные вот эти, не крупные они. Грецкий 350, фундук 250 за килограмм. Есть тут укромное местечко, откуда можно хорошо всё смотреть. Наверху это Накопийская крепость, башенка. Хорошо побережье просматривается. Видео осиное гнездо, достал там проходить, сейчас обойду. Тут кто-то себе пункт наблюдения даже обустроил. Что-то здесь начинали строить, и вот оно уже несколько лет в таком виде. Место интересное. Впереди Новоафонский монастырь виднеется. Ну и пляж Новоафона. Нехитрые припасы мои и книжечка. Такое тихое приятное место после этого столпотворения. Там огромное количество машин, водители нервничают. Здесь тишина, спокойствие, ветерок приятный дует. Книжечку читаю, кстати, ещё для этой книжки. Буквально в одной фразе. Суть, если передать, попытаться, то это вот, наверное, вот это. Агротехника природного земледелия позволяет получать экологически чистую продукцию, хорошо которая хранится и так далее, и бюджет экономит. Вот здесь об этом. Такая вот книжка у меня на прочтении. Цены в кафе у дяди Гены. Новоафонский мужской монастырь. Обязательно в программе экскурсии местное посещение. Здесь тоже людей, как видите, немало. Машины, машины. Очень оживленно. Внутренний двор. Там лежит здание без окон. Часовня. Внутренний двор. Внутренний двор. Внутренний двор. Может быть у нас не стоит? Внутренний двор. Продолжение следует... 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 Они больно кусаешься? Офигайся, лапы! Ты больно кусаешься? Конечно, они щиплются. Палец. Он просто спрашивает, а шил мне ничего не даете-то? Вон веда плавает тут. Я не хочу, что... Этот прям с рук кушает. Нашли мы и белых товарищей. И еще тут что-то за невиданные звери. Уточки там еще какие-то. Мальчик, обнимающий рыбу. Освежающий фонтанчик. Ой, хорошо. Тут скульптура Орел. Змею поймал. Небольшой музей инвентаря всевозможного кузнечного и не только. Вот, между прочим, вот это вот в разных регионах по-разному называется. Вот здесь в сборе, когда с древком. Здесь это тоха. Вот. У нас это окушник в Адмуртии и также тяпка, я слышал по России. Вот. Здесь это называется тоха. Везде кафешки. И мы тут увидели красивые цветы. Сейчас подойдем к ним поближе. Светущий сад. Вот это вот симпатичное растение. Это не что иное, как в Бугенвилле. Бананчики. Смотрим бананы. Я Денису фиговиной пустошки. Обнаружили вот такое вот дерево с какими-то плодами даже. Кто в курсе, что в парке нового фона такое растет. Буду признателен за подсказку в комментариях. Вот это дерево тут. Многоярусная клумба здесь же. А позади нее такой домик утопающий в зелени. Это все собственно его часть. Видео на этом завершаю. Спасибо за внимание. Если было интересно, полезно, палец вверх пожалуйста. Поддержите канал. Ну и комментариям тоже буду рад. Подписывайтесь есть на YouTube, на Дзене. Ну а с вами был Лев из Абхазии. Из нового фона. Всего вам доброго. До новых видео. До новых видео. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...